Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, продолжаем проходить игру Elden Scrolls Легенды. Ну что же, остался у нас один герой, ну и естественно босс. Поехали! Монарх льда, значит против нас. Надеюсь у нас все получится и мы его одолеем. Это крепкий противник. Ну что же, рука вроде бы неплохая, такую наверное с вами и оставим. Поехали! Ух ты! Стражам не дали, это хорошо ребята. Дожидаемся второго хода и выставляем его. Месть и хвала! Да что ты говоришь-то, а? Хе-хе, месть и хвала значит, да? Так, давайте наверное мы сделаем вот так. Отлично! Что он мне на это скажет? Ух ты! Ну это уже, это уже не честно, я так скажу вам ребята. Надо с ним что-то делать. Давайте наверное вот так сделаем. Надеюсь он не уничтожил его сейчас какой-нибудь магией. Так, пошел в лицо. Ну что же, тогда мы снимаем с него все положительные статы. Опа-на! Сегодня мне везет! Стража выставляет. Хорошо. Болотный левиафан. В дальнейшем нам он пригодится. Кровавый дракон игнорирует стражей. Ха-ха. Чем дольше ты ездишься, тем слаще победа. Я вот думаю стоит меняться или нет, а ребята? Даже не знаю. Давайте вот так вот сделаем, наверное, да? Теперь атакуем. И в лицо. Пока все пучком у нас. Бьемся на равных. Бьемся на равных. Ага, еще одного стража выставляет. К твоим услугам. Ёлки-палки, что у него все карты стражей одни? Так, у меня командир стражей вышел. И это очень даже хорошо, но мы будем с вами делать немножко по-другому. Вот так вот мы сейчас сделаем. Атакуем. Здесь мы сделаем так. Наверное, разменяемся, ребята, просто глупо. Преимущество в картах у нас. Что он делает? Блин, горный шатун, а? Придется, наверное, меняться. Хотя у нас не получится, он в тени. Но у нас есть вот такая карта. Вот так вот. И хотелось бы, конечно, костяной лук реализовать. Ладно, давайте в лицо атакуем. Теперь сделаем... Давайте, наверное... Да, надо было, конечно, сразу сделать так. Не подумал немножко. И не мотал. Все, пока у нас все идет хорошо. Оу, тихо, тихо. Блин, 4-2. Че творит, а? Твореныш. Так, у нас рывок есть. Давайте вот так вот сделаем. Тут разменяемся и здесь разменяемся. У него всего одна карта. У нас три, ребята. Так что преимущество за нами. Так, понятно. Не сработал у него фокус. И 4-6 он выложил карту. Так, хорошо. Давайте, наверное, стража поставим. Хотя, подождите. Давайте-ка, наверное... Нет. Кровавый дракон. Левиафан. Вот так будет самое то. Если он не глупец, он пойдет меняться. Но он этого не делает. Ух, пророчество. Замечательно. Так. Все, ребята, сейчас... Блин, стража уставляет. Ну ладно, не беда. Поэтому мы пройдем. Тяжелая секира. Ух, шикандос. Шикандос. Давайте-ка сделаем, наверное, с вами... Командира стражей. Опа-на. Он, наверное, этого не ожидал. И вот так вот. Секирочка. 12-5. Ха-ха. Я надеюсь, к нему не придет какая-нибудь хорошая карта. Ух, это ерунда. Опа-на. У меня горный тиран вышел. Тебе тут не место. Все, ребята. Сейчас его будем разбирать. И очень жестко. О, оружейник из Брума еще вышел. Так. Теперь стража. Ха-ха. Который у нас усиливается. И теперь вот так и в лицо. Бум. Вау-вау-вау. Набрал-то сразу карт себе. Так, опять в лицо мне бомб... Блин, а вот это уже опасно, ребята. Подходи и получишь по заслугу. Рывок. Ну, это ты, конечно, зря сделал. Убей! Все, ребята. Ему крышка. Этому ледяному магу пришел кайок. Ой, маленькая девочка еще у меня появилась. Ты не поможешь мне? И вот так. Ну, это уже, ребята, просто я... От ничего делать вы вставляю эти карты, потому что ему уже все. Финиш. И, как говорится... Тихо-тихо. Что там? Задумался. Ха-ха, ваковы. Да еще и того, кого не надо мне. Ну, хорош. Тут своими гарпинами-то уже... Все равно добиваю. Отлично. Ну, что же, ребята, с очередной нас победой. Очень все довольно хорошо получилось здесь. Рука не подвела. И остался у нас заключительный главный босс. Но сначала мы выберем карту. Я думаю, что это будет у нас... Ммм... Ночная тень. Поглощение. Прорыв. Шесть манны. Шесть пять статы. В общем, давайте ее и выберем. Поехали. Отлично. Добрались мы до нее. Потрясающее сражение. Похоже, этот боец далеко пойдет. Еще бы. Очень далеко. И, наконец, решающий бой. На трибунах творится форменное безумие. Днерожденный маг света. Ничего себе название-то. Ладно. Чтобы войти в город, нужно сначала прорваться через городские ворота. Наш боец должен сломать их сам. Ну что же, рука вроде неплохая. Давайте оставим такая, какая она есть. У нас страж. Говорящий с хистом. В общем, все, что надо. Я не промахнусь. Да что ты говоришь-то, а? Не промахнется он. Давайте тратить манну. Выставляем стража. Так, отлично. Оберег страж. Но эта карта слабенькая. 1-1. Главное, чтобы он ее не усилил. Давайте с хистом выставляем, наверное. Да, у нас будет на одну магию больше. Да что такое-то, елки-палки. Ну, в самом деле-то. Не понял я, что за юмор. Нельзя на ту сторону, почему-то, ребята, выставлять эту картишку-то, а? Это ты меня не зли? Так, он пропускает ход. Отлично. Давайте погибель. Блин, я не могу. А, елки, понял я, ребята. Пока я ворота не пробью, мне туда закрыт проход. Вот оно что. Елки-палки, надо быстрее тогда это все дело делать. Так, проклятый призрак. Ну, он пока нам не нужен. А вот стража надо выставить. Вот так-то оно будет лучше, я думаю. Болит везде? Что тебе еще рассказать? Ха-ха, это ты зря, конечно, сделал. Так, свирепый древок. Так, отлично, ребята. У меня две немоты в руке. Думаю, пока мы как-нибудь без них справимся. Отлично. Здесь-то уже развиваем. Ну, давай. Шикарно. Вы должны... А, это же страж у нас, точно. Сейчас мы сделаем немоту на него. Не знаю, стоит, нет? Да ладно, все равно у нас еще есть немота. А вот так оно будет лучше. Ну? Ха-ха-ха, зря, зря ты это делаешь. Браток. Открывает мою карту, гад. Ух ты, маленькая девочка у меня будет следующая. Отлично. За четыре мамы. Смотри-ка, сразу у него подгорело где-то, начинает тут выставлять всякие карты. А мы ставим... Так, погодите, сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну, да, в принципе, почему бы и нет. Выставляем девочку. Здесь нам придется... Блин, меняться, наверное, да? Давайте сделаем так. Это их сходим в лицо. И этими тоже, потому что они оба в тени. Достать мы их сейчас не можем. Лишь бы не убил эту маленькую девочку. И она у нас превращается в пять в пять. Повторение, мать учения. Да что ты говоришь-то такое, а? Воу-воу, хорош, только карту набирать себе. Ага. Мы будем сражаться. Ну, я думаю, что... Хотелось бы, конечно, верить мне, что победа будет за мной. Отлично. Маленькая девочка у меня превратилась в пять в пять. Теперь давайте сделаем вот так. Ух ты, семь-четыре. Сюда стража, наверное, поставим. Вот так, чтобы он не прошел. Действительно. Ух ты, еще и плюс пять я хп-шком получил. Так, давайте еще руки положим. Исцелящие. Да, вот давайте сюда, наверное, лучше. Семь-четыре. Ё-моё! Восемь-пятнадцать. Хо-хо! Ну что же, я думаю... Здесь уже все и так понятно. Хотя радоваться еще надо. Подождем немножко. Так, взял он карту. Волка зачем-то выстрелил. Я не понимаю, для чего. Давайте в лицо здесь. Эх, хп-шки только в путь ко мне прибавляются. Давайте еще протектора поставим. И вроде бы все пучком. Он сейчас будет у меня атаковать стража. Это однозначно. Какие-то у него карты. Не ахти, ребята. Кража берет карту. Ух, ну что же. Давайте мамонта высовем. И, наверное, в лицо пойдем. Люди такие доверчивые. Так. Все, ребята. Довольно все легко и просто вообще получилось здесь. Даже эта карта тебя не спасет. Извини. А, нет. Он под хил успел сделать, да? Что это такое? Ух ты. Ну, разошелся. Смотри. Точно ты говоришь? Игры кончились, браток. Точнее, сестренка. Давай пошлить когти. Давайте последний удар сейчас сделаем. Да хорош ты уже. Ты что, не видишь, что ты уже на смертном адре? Сейчас я тебе... Блин, он стража выставил, а? Хотя это не поможет ему. Люди такие доверчивые. Все, ребята. Ну что же. Вот мы и прошли с вами арену. Давайте глянем, что там нам дальше предлагают. Последний противник повержен. Прекрасно, претендент. Бойцовый пёс становится дрочуно. Дрочуно. И что далее? Такой драматический финал достоин награды. Оу, призы арены. Вот это хорошо, ребята. Полтинничек. Кристаллы. Еще 80 денежек. Что это за карта у нас? Восторженный поклонник. Ха-ха. Страж. Последний вздох. 0-1, конечно. Но фиг с ним. Зато у него иммунитет к немоте. Так, прорыв. Воинственный великан. 7-4. Ну что ж, довольно неплохо. И у нас, как вы видите, новый пак. Прикройте себя славой на имперской арене. Сразить как можно больше соперников, пока вам не нанесут 3 поражения. Ну я же уже в это играл. Или это что-то новенькое у нас открылось, не пойму. Ладно, давайте назад. А, противостояние теперь у нас открылось. Противостояние. Выберите этот пункт, если хотите сразиться с другими игроками. Выберите одиночная игра, если хотите играть так же, как и раньше. Все, понял. Ну я не знаю, ребята. Давайте откроем наш пак. Что там у меня за карты будут? Давайте глянем. Две мерзкие залы. Дает в руку 0-3 дримерского паука со стражем. Неплохо. Торжествующий ярл. Две карты берешь. Ничего себе. Кража. Ну это у нас была карта. Это тоже была. И это была. Ясно. Ну что, давайте, может быть, я не знаю. Еще разу глянем, что там дают нам в одиночной игре. Деньги у нас есть, так что... Ну давайте, крестоносец, наверное, возьмем, ребята, да? Я уже не помню, с кем я в той-то играл. Воином или магом? Сила воли помогает победить численным превосходством. Нет, не хочу. Магия это все-таки не мое. Давайте вот, крестоносец. Сила позволяет победить врага грубой мощью. Силен как бык, но в два раза умнее. Силен как бык, но в два раза умнее. Логично. Давайте глянем, что у нас тут получится. А, тут осталось взять 30 карт еще. Ну что ж, давайте приступим. Я думаю, что надо взять защитник Улья, стража. Так, а тут у нас лексной охотник. Вабаджек. Крадет вражеское существо. Давайте вот это возьмем. Ну и здесь, наверное, мы возьмем... Нам нужны стражи. Наверное, возьмем кленовый щит. А здесь рыцарь часа. Наверное, скорее всего, тут пророчество, страж и призыв у него. Ну, здесь, наверное, выбрать бы орка, конечно, хотелось бы. Но возьмем мага защитника. Да, давайте так. Ну, тут достойная карта, я считаю, орк камнелом. Потому что снежный волк как-то не ахти. Следовый тоже не очень. Ну, давайте орка камнелома выберем. Так уж и быть. Надеюсь, он нас не подведет. Так, здесь возьмем... Давайте жрец лун. Пророчество, призыв. Две единицы здоровья дает. Так, ну здесь, наверное... Раджийский разбойник. Так, а тут у нас... Ха-ха-ха. Черт побери. Давайте, наверное, возьмем капитан Орочьего клана. Здесь возьмем, наверное, сапера. Поглощение 1-3. Должно быть неплохо. Тут дозорной крепости, естественно. Страш нам нужен обязательно. Так, а тут-то кто у нас? У-ху-ху-ху-ху. Но сектанта я не буду брать. Это однозначно. Тут или гения, или предильщица. Скорее всего, я возьму, ребята, предильщицу. Все-таки немота нам пригодится. Жуткий клан Фир, да? Призывает... Так, все существа противника теряют стража. Не, давайте злобный Дримора. Отлично. Иллюзорный подражатель. Кружащийся дуэлянт. Нет, давайте, наверное, иллюзорный подражатель возьмем. Отличненько. Оу, здесь риф, мастер клинка. Дозорный великан. 5-7-8-8. Страж. Нет, да, наверное, мы будем с вами брать великана бдительного. Да, он самый оптимальный у нас. Так, ну здесь возьмем, наверное, Катарай. Катайрат, точнее. Скорее всего, волка и стаи нам не нужно, а вот этот пригодится. Возьмите карту кражи. Давайте разбойника возьмем. Ну, здесь я возьмем рывок. Инструктор 5-го легиона. Огненный шар. Палач Морфола. Ну, давайте, наверное, Палача Морфола возьмем. Лекарь. Давайте стража возьмем тигра. Сэндч Тигр, он нас еще никогда не подводил. Меткий разведчик, охотник. Давайте, наверное, вот так. Ну, а здесь я возьмем вот. Вот эту возьмем золотой святой. Со стражами это хорошо. Так, жрец луны у нас уже есть, да? Давайте, наверное, Етаган. Казнить, Клыкастый и Лекарь. Давайте, наверное, возьмем Лекаря. Плюс 0,2 дает. Это хорошо. А здесь... Так, банда. Призывает они на... Давайте, наверное, вот эту возьмем. Нет, лучше, наверное, осадное орудие. Так, здесь у нас... Укрытие в конце хода. Лук убийцы. Хм-хм. Ну, давайте возьмем ее, чушь там. Да, ребята, тут выбор невелик. Я думаю, что взять надо... Рыцарь Часа? Страж все-таки. И я получаю 3 единицы здоровья, как-никак. Ух ты, здесь? Я думаю, конечно же, торгаша из Брумы надо брать, ребята. Да, возьмем его. Так, Дремерский Паук. 0,3. Страж. Следующий выбор у нас идет... Шантаж. Уничтожающий взрыв и гений. Уничтожает всех существ, оставив лишь по одному случайному существу на каждой стороне. Давайте ее возьмем. Так, и все, ребята. Колода у нас собрана. Ёлки-тык-палки. Вы посмотрите, кто тут у нас. У-у-у-у-у-у. Ну, давайте попробуем. Эти бойцы так и рвутся порадовать вас. Кровавые бани! Вечный. Ага, вечный. Видать, какой-то робот. Это крепкий противник. Ну, спасибо. Сразу же и крепкий. Ну, что же, рука вроде нормальная, ребята. Давайте так и будем играть. Так, манны. А, есть у меня манна. Все пучком. Но тратить пока не на что. Возьмите карту. Ноль-один. Так, хорошо. Тратим манну, наверное. И давайте палача сюда поставим. Что он там задумал? Пропускает ход? Великолепно. Что бы нам выставить-то, ребята? Давайте, наверное... Да, вот так. Карту будем забирать. И в лицо. Шикарно. Пропускаем ход. Так, страж. У него, я смотрю, одни роботы. А нет, кленовый щит тут. О-о-о. Тихо, тихо. 2-6. Это уж больно жирно. Получается как-то. Даже не знаю, что. Давайте стража, наверное, вызывать. Рыцарь. А, у меня не хватает маны. Давайте потратим. И его выставим. Так, а эту надо уничтожать. Карту. Ай, блин, стражей. Ёлка, палки. Ладно, пропустим ход. Смотри-ка, пошёл. Атаковать меня. 6-6. Ё-моё. Нифига, блин. Чё бы сделать-то? Заказывал дружественную орку. У меня орков-то нету. Ё-моё. Давайте так попробуем. Так, и Брума. Всегда есть план. Я твоя смерть. Так. Я покончу с богохульством. Ну, а чё? У меня выбора не было, ребята. Надо было делать размен. Чёрт, он меня по картам превышает. Причём очень сильно. Ёлки-палки. У него действительно карты с роботами с одними. Ну, что же выставить-то, а? Давайте так попробуем. Бум. И вот так. Да, жалко, конечно, каргаша. Катайрад. Так. Надо как можно быстрее его разбирать, ребятушки. Иначе будет плохо. Ну, он сейчас, естественно, будет атаковать. Это понятное дело. Вызывает он Центуриона. 6-8. Довольно серьёзная карта. Страж у нас есть, да, ребята? Давайте. Ай, магии, давайте тратить. И выставлять великана. Хоть как-то прикрываться нам надо, ребят. Отлично. В лицо всё идёт. Пока мы ведём, ребята. Уничтожающий взрыв у меня есть. Ну, нет, 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 блин. Ну, смотри, что дело. Ну, хоть разменялся. Ё-моё, сколько он там карт себе набрал. Так, последний вздох. Там что-то я не успел прочитать. Так, стальной итаган. 2 плюс 2. Ага. У нас есть ещё вот что. Давайте выставлять. Е-таганчик применим. Так, давайте, наверное... Да, она, Которая. Бум. Замечательно. И всё в лицо пойдёт. Ну, что он там? Ему в любом случае придётся сейчас бить моего сража, если он будет, конечно, атаковать. Отлично. Что это такое новое? Блин, опять 6-8 выставляет, а? Запарил он уже. Ух ты, хоть золотой святой появился и то. Чудесно. Когти острые заплатишь за это. Так. А здесь сюда. И вот так. Так, ребята, давайте стражу выставляем. Ха-ха, рука противника полна. Ну, и что ты мне на это скажешь, браток? Ёл-паку, две карты не сгорело. Ха-ха. Три. Да, это тебя, я боюсь, уже не спасёт. Что-то тут выставляешь. Стража нету? Нету, ребята. Всё. Давайте всё в лицо. Здесь есть крышка. Так. Ух. Плюс 3 хп. Вот так. Ну, а теперь в лицо. Всё. Пока. Роботека. Не оправдал ты моих ожиданий. Я думал, ты будешь намного сильнее. Да и страшно не спасёт тебя здесь. Всё. Заключительный удар. Ну, что, ребята. Вот, в принципе, и всё. Победа за нами. Что, мы получим какие-нибудь награды или нет? Блин, немножко не хватает до 11 уровня. Вау. Карту, карту надо. Имперское могущество. Да? Да. Давайте возьмём, наверное, в конце вашего хода. Призывает 1-1 имперского новобранца. А здесь инкубатор твердыни. Нет, я всё-таки думаю, что надо взять имперское могущество. Ну, что же, ребята. На этом я буду завершать своё видео. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, и вы хотите смотреть дальше продолжение, пишите в комментариях, ставьте лайк, и мы будем продолжать играть. А на этом всё. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok